Всем привет! Сегодня мы будем рисовать вот это милое окошко с такой вот шторочкой, с цветочками, с эркерами, всякими штуками. Единственное, что я не буду учитывать вот это, это скорее всего дымоход. Ну, в общем, мы его уберем, чтобы не перегружать деталями. Мы будем рисовать только вот это самое окно и то, что его сопровождает. Так что давайте без лишних слов будем приступать к нашей задаче. Итак, для начала мы, конечно, закомпонуем наше окно за счет того, что здесь на изображении оно немножко ниже. Я бы, ну, и за счет того, что мы будем игнорировать вот эту часть, я бы его немножечко подняла все-таки. Потому что у нас главное действующее лицо это наше окно. Нам нужно так сделать, чтобы поместилась вот эта огромная крыша. Такая вот красивая, покатая крыша. Вот примерно так. Единственное, что здесь все-таки нужно немного больше оставлять. Если просто предмет, который единственный, например, у вас закомпонован, если вы его будете чуть ниже рисовать, чтобы здесь было меньше, чем здесь, то будет постоянное ощущение такое, что ваш предмет пытается упасть. Если он не уравновешен чем-то сверху, то тогда будет проблема. Итак, теперь я так слегка намечу приблизительно, где это все у нас будет находиться. Все-таки у нас серединка. Вот видите, получается здесь вот так вот идет наше окно. Оно там немножко дальше. Потом выдвигается часть крыши этого окна. Немного к нам. Поэтому мы сейчас это все построим. Но для начала нам нужно построить вот эту вот переднюю часть, на которой само окно, а дальше уже будем достраивать. И за счет того, что у нас вот этот кусок крыши очень большой, поэтому само окно у нас будет не посередине. Иначе у нас опять все съедет. Поэтому нам немного сюда, в сторону нужно. Наверное, сильно в сторону. Нет, наверное, не сильно в сторону. Чуть-чуть расширю. Потому что там две такие полноценные створки. Причем, заметьте, что створки разных цветов. Причем трех. Сама коробка окна. Она бирюзовая, так и темно-бирюзовая. Вот эта створка белая, еще с такой красивой рюшечной шторкой. А вот это, по-моему, просто это непокрашенное дерево. Очень-очень колоритное, конечно, окно. Итак, рисуем теперь пока окно. Еще я хочу немножко расширить. Да, наверное, вот так лучше будет. Итак, окно. Оно у нас здесь еще заканчивается. Здесь такая отмостка, что ли. В общем, тут металлом немного выложено. Все это дело у нас, как бы, тоже это обозначаем. Так. У нас вот кусочек металла. Приблизительно так. Дальше мы идем сюда. И сюда. У нас здесь есть толщинка. Она тут спрятана, но приблизительно это так будет. И, скорее всего, там еще идут, наверное, дальше окна. Но мы этого не видим. Мы предполагаем. И плюс здесь еще у нас будут горшки с цветами. Так. Теперь смотрите, что мы должны сделать, чтобы построить крышу. Во-первых, она у нас выдвигается вперед. Но вот это ее основание, оно где-то... В общем, она должна соединяться. Нам нужно ее выехать. Вот ее основание. Вот она выехала сюда. Вот так. То есть, две вершины треугольников у нас должны соединяться, для того, чтобы выехать и не съехать. Выехать и не съехать. Вот приблизительная толщина. Ну, со всеми вот этими слоями. Нашей крыши. Так, примерно так. Тут еще вот такие штуки у нас есть, которые поддерживают крышу. У них, наверное, есть какое-то специальное название, но я, к сожалению, его не знаю. Так. Где у нас здесь? Проверяем, где у нас крыша заканчивается. С одной и с другой стороны. Так. Ну, приблизительно крыша наша построена. Здесь у нас еще будет немного идти черепичка. Черепичка. Из-за того, что у нас здесь нету крыши. Ну, точнее, нету. Мы продляем. Ну, в смысле, я убираю здесь и просто продляю конец крыши, так сказать. Вот у нас тут вот так, так, так. Где-то будет у нас черепица. Вот ее главное направление. Нам поймать. Чтобы было видно, что мы на покатой крыше находимся. Приблизительно так. Потом мы еще немного прорисуем эту крышу. Теперь можно само окно немного наметить. Так. У нас окно получается где-то здесь. Сама рама окна у нас. Вот так. Здесь тоньше. Здесь немного толще. Здесь толще. Внизу самое тонкое. Так. Делим на две створки. Вот. Одну рисуем створку. с перекладинкой. Толщина самой створки. Это белая часть. Нужно сразу прорисовать здесь шторку. Это здесь накрепится. Здесь расходится. И вот это рюшем. Шторки. Складки, складки, складки. Складки. Трань у нас тоже с перекладинкой. На том же уровне. Так. Тоже толщинка. Толщинка. Так. Так. Почему тут немного жестяная отмостка? Отмостка или как это называется? Не знаю. В общем, куски железа. Видимо, чтобы не заливало его внутрь. Я так и предполагаю. Здесь какие-то какие-то штуки. Так. Прежде чем я начну горшки с цветами рисовать, давайте прорисуем нашу крышу. Итак. Посередине у нее есть вот этот колышек такой. Он чуть-чуть даже спускается. Видите, он немного больше. Но еще есть и на балдашник. Такой у него какой-то круглой формы и с пипочкой. Пипочка. Вот есть у нас. Сверху у него он треугольной формы. Мне кажется, немножко расходится даже. Он уходит туда толщина. Толщина. Так. Продолжаем. И получается у нас нижняя часть крыши немножечко короче, чем следующая. поэтому нам нужно ее сначала построить. Это внутренняя часть крыши. Она примерно такой. Толщины. На чуть-чуть короче. Или длиннее. Нет, здесь короче получается. Здесь кажется, что длиннее. Может, она там разная. Так. Вот так вот. Здесь полукругом. Здесь полукругом заканчивается. И вот так вот оно уходит. Видно, видите, дощечки. Здесь немножко видно, что она из каких-то там дощечек. Все это сложно. Здесь мы уже не видим. Нет, мы видим. Вот. Она упирается тут в стену. Вот. Чуть-чуть мы это видим, этот процесс. Здесь у нас дальше стена. То есть, здесь она заходит свободно. А здесь стена. То есть, неравномерная крыша. Понятно. Так. Теперь дальше мы строим другие крыши, которые немножечко то есть, чтобы показать вот это, что она нависает. Ну, это мы потом цветом, конечно, покажем. Но вот это, как бы, то, что она нависает сверху, балка. Тут ее толщина, вот сама балка, которая нависает. Так. то же самое здесь, но здесь не так темно будет. Немножко она выступает сюда. Вот сама толщина. здесь тоже будет темно, но не так сильно, как с той стороны. Так. И теперь финальная вот эта штука. А здесь, видите, еще пласт черепицы крепится между вот этим и вот этим слоем. То есть, вот у нас сверху еще идет черепица. Можно просто волнами сделать, можно такими определенными штучками сделать. Как захочется. Так. Теперь рисуем верхнюю часть. Вот она у нас здесь идет. более равномерно ее сделать. Вот так. Теперь здесь она получается самая длинная. И чуть-чуть тут уходит сюда наша крыша. Чуть-чуть видно ее вот эту вот видите часть, которая от нас скрыта получается. Это само тело крыши немножечко от нас уходит. потом вот так вот вот так у нее идет черепица. Сейчас мы это все покажем. Здесь что-то еще такое стоит. что-то стоит. Не понятно на самом деле как там точно. Дальше нам нужно еще вот эти вот штуки. Видите, они треугольные. Вот так они идут. Раз, раз и вот так не поддерживают нашу крышу. Где-то вот так она уходит туда. Так. Итого крыша у нас есть. теперь можно немножко позаниматься. Так, здесь тень я намечу сразу, чтобы не забыть. Так. Можно черепичкой заняться. Какая она тут в этой черепице по две впуклости. Вот. Наверх как-то так расположены. Здесь наверху такая неуверенная верхняя линия. Какая-то видите, она такая вот. Необязательно конечно каждую черепичку вырисовывать, но можно парочку обозначить, которые такие самые ближние к нам. Можно слегка это все сделать, но я наверное уже буду линировать делать, чтобы не перегружать сейчас рисунок. И теперь нам предстоит еще вот эту конструкцию разобрать. на чем висят два горшка у нас там висит. Она крепится во-первых вот здесь. Так, нужно найти крепление. Куда она направлена? Ну, направленная к нам сюда. Такая полая трубка. Так. Еще каких-то у нее два крепления. Это видимо страховочные какие-то такие. Вот. Мы подстраховали. Еще наверное сюда она идет. Поэтому тут такое большое смешное крепление. Так, мы нашли. Дальше здесь идут провода, но это я потом белой ручкой сделаю. Сейчас не надо это делать. Не надо перегружать. И теперь нам нужно наметить два горшочка. которые у нас будут с цветочками. Одно выше, одно ниже. Один точнее горшок выше, ниже. Так. Теперь можно протереть внутри. и так обозначить немножко нашу растительность. Вот эта растительность как-то уходит даже туда. Перекрывает первый горшочек. Вот так. И крепим их. Раз, два, три, четыре. И вот этот тоже как-то тут крепится. Вот. Поставили. Отлично. Теперь у нас еще здесь. Но мы не будем конечно такое ведро рисовать. очень эстетично. Мы сделаем просто один большой горшок. Один горшок поменьше. И здесь гигантский горшок еще и в тазике в каком-то. Сделаем вид, что это большая подложка. Так. как бы зелень-зелень-зелень. Тут какие-то пупырочки выходят на палочках. Тоже можем обозначить. Но в основном зелень-зелень-зелень. Вот тут получается из вот этого горшка у нас выходит интересный большой цветок. Который сильно перекрывает наше окно. Она на такой ветке идет. вот у нее здесь шапка этого цветка. вот так. Вот какая-то тоже ветка с шапкой. Так. Вот сюда еще так выходит. Здесь еще у нас маленький такой. Не будем прям их составлять вместе. растет. тут что-то маленькое растет. Маленькая зелень какая-то. Так. Вот практически все. Все остальное вот эти мелочи я сейчас делаю линером. Так что давайте возьмемся за линером. так я хочу начать с крыши линером ее прорабатывать. Напоминаю там где у нас темно там линия должна быть более плотной такой более толстой она может быть то есть это точно дает знать глазам нашим что там какая-то тень находится то есть линером можно заложить уже очень много вещей и данных в нашу картинку здесь уже штрихуем здесь еще какая-то полосочка вот нужно как раз тоже обозначить сразу уходящее туда тут уже вроде как тень но не тень вот эту линию просто нужно уплотнить чтобы обозначить что где-то там у нас тень будет так я практически обвожу то что я уже нарисовала простым карандашом но все-таки стараюсь быть более осознанной и так переносить все-таки не совсем не просто обводить а как это все-таки анализировать что где зачем чтобы не потеряться и лишнего не нарисовать как-то металл видимо все-таки можно его обозначить здесь как раз таки можно эти все волны наших как их называют на крыше забыл бывает тень я тоже сразу прокладываю могу наверное даже заштриховать эту тень чтобы она нас уже не увлекала чуть про штриху там где вы уверены что тень будет явно очень интенсивная можно спокойно сразу ее закладывать линером и за счет его плотности или толщины можно сразу видите такую небольшую растяжку сделать так потому что здесь она вначале плотнее идет вот тут тень видите плотнее потом раз она рассеивается можно это сразу обозначить сразу разграничить все наши постройки так сказать вторая часть уже получается все в тени в тени в тени так и вот эта часть тоже прям сильная тень будет спокойно сразу вот здесь так что у нас так идет а потом эти деревяшечки у нас идут из чего состоит наша крыша деревянная подложка а потом черепица вот вспомнила как она называется здесь будет явная тень очень очень темная обозначаем ее сразу могу сразу здесь тоже провести так темное место все равно там приблизительно так оно и есть темное место думаю на этом можно остановиться здесь все-таки металл поэтому мы его немного такой прерывистой не очень ровной линии обозначаем это просто загнанный лист металла насколько я понимаю или полоска металла что-то такое в общем то что крепит черепицу к крыше хорошо можно даже тут немного поуплотнять видите здесь вот такие темные места можете их сразу проработать как раз линером будет к месту оно придаст какой-то даже живости интересности нашему рисунку здесь у нас черепичка выступает здесь пошла кучерявица черепичка какие-то полосочки так теперь само окно здесь я тоже хочу немного проштриховать обозначить что здесь будет явно тень так все теперь можно раму рисовать вот видите здесь есть небольшое такое уплотнение куда уходит рама я его не обозначила но можно как раз сейчас сделать я что-то на него не обратила внимания но она такая не сильная мы можем прямо сразу прорисовать абсолютно спокойно дальше вот как раз таки идет рама вот так и вот так тут будет темная часть вот боковинка этой того что она немножко туда вовнутрь вошла рама разберусь немножко непонятно кто где что и зачем вовнутрь утром еще сверху делится на два видите здесь какой-то еще выпуклость можем кстати ее разделить в принципе так так теперь теперь у нас у нас рама все у нас уже все проработано так шторка наша шторочка шторочка и вот за шторкой здесь можно сразу проработать потому что окно в окне в принципе окно всегда темное днем там за ним провал а вот вечером когда загораются огни и включается свет в комнате только тогда видно что там происходит за окном или если туда солнце светит прямо тогда становится понятно так в основном окна темные здесь я пока не буду окно штриховать потому что нужно определиться с зеленью сначала зелень потом проштрихуем то что не надо и то что надо чтобы не проштриховать то что не надо так сейчас еще вот тут вот у нас загнанный опять тоже лист металла уже можно немножко уплотнить в нескольких местах для красивости так вот у нас здесь тоже он идет сюда и сюда так раз горшочек что-то тут растет из горшочка второй горшочек горшочек я его искривила не страшно вот у нас горшочек из которого здесь тоже что-то растет кстати потом идет ветка вот эта с каким-то цветочком здесь у нас тоже веточка как раз здесь самое время ее прорисовать где как не сейчас вот у нас еще какая-то веточка здесь прям отдельная тоже у нас что-то из нее растет следующую следующий горшочек с цветочками белый чаем с пемпочками какие-то тут веточки такие которые отдельно красиво так можно их прорисовать спокойно так теперь вот этот горшочек наш вот он там перекрывается ну как-то так он будет второй горшочек здесь у него прям сильно свисает зелень так теперь наше крепление к чему это все крепится крепление горшка обозначили теперь можно заштриховать немного само окно красава сердечно его продлить шанс лето хи 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 лето ему лето 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 кое-ое лето 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 мед понятное дело мы там сильнее уведем назад, но мы обозначили, что здесь у нас будет тень. Теперь можно заняться немного нашей черепицей. Итак, где-то она у нас здесь вот так вот приблизительно проходит. Так условно как бы разделим эту всю черепицу, обозначим, что она тут есть. Какая-то такая вот черепичка у нас. Можете сильнее прорисовать, если вам хочется. Мне не очень хочется сильно это все прорисовать, потому что все-таки основное у нас это наше окошко. Окошко, окошко. Здесь я просто обозначила, что вот как бы как идет черепица в нашем случае. Задала немного направленица нашей черепички. Это уже конец нашей крыши. Здесь тоже черепичка у нас. Так, ну вот приблизительно я здесь накидала. Как она у нас будет. Теперь я удалю весь карандаш. Налью воды, возьму краски и продолжим. Итак, продолжаем. Я хочу начать с нашего фона. То есть нашей крыши. Для этого подложить. Я, наверное, замешаю что-нибудь на охре. Добавлю оранжевый. Немножко приглушу красным. У меня есть еще такой симпатичный кирпичный. Сейчас я сделаю фон. Потом еще повкрапляю более темные, более светлые варианты. Уже сейчас посмотрю, как у меня пойдет. Кстати, у меня бумага на половину хлопковая. Поэтому у меня будет немножко дольше сохнуть. Просто если у вас целлюлоза, быстрее действуйте, так сказать. Потому что она быстрее сохнет, чем хлопок. Я не буду все прям заливать. Мне нужно совсем чуть-чуть. Не хочу слишком сильно. Опять-таки, чтобы не отвлекать внимание от нашего основного. Мотива. Это наше крыша и окно. Кирпичное. Это у меня сена жженая. Чуть-чуть обозначить, что здесь есть какие-то темные и светлые моменты можно. Здесь можно немножечко темнее. Чуть-чуть здесь. Вот у нас здесь есть крыша тоже. Можно ее тоже обозначить. Размечить. Совсем слегка. Здесь хочу немножко утемнить. Здесь очень темное пятно. Можно его как раз сделать. Так. Пусть она у меня тут разливается. Вы тоже можете прямо туда вкрапить. Пусть она немножко разольется. Как ему захочется. Так. Поехали дальше. У нас такие красноватые горшочки. Их можно как раз и сделать, пока оно все сохнет. Так. Вот. Для этого я возьму вот сюда и перемешаю красным. Так. Так. Дальше немножко охрану. Немного светлым здесь закончим. Здесь тоже нужно обозначить. Так. Теперь вот этим светлым светло-христом можно здесь немножечко проложить тему сзади. Вот. Теперь нужно немного коричневого. Вот из этой же лужи мы сейчас еще и вот здесь проложим темный. Она уже вроде у нас стенка белая, но в тени она все-таки темная. Как раз такой какой-то сложный с ультрамарином охра намешанный. Он дает такой какой-то сероватый странный оттенок. Он как раз нам очень подойдет. Он здесь тоже в тень уходит. Можно сюда его. Не забываем тут под цветами все тоже сделать. Я стараюсь так горшочком не сильно прикасаться. Так. Вот у нас уже появилось наше окно. Появилось наше окно. Здесь немного нужно... Здесь какого-то пятнышка, а здесь вот эта загнутая часть можно разночить. Теперь хочется еще немного утемнить вот в этом месте. Пока оно влажное, я беру коричневое. Я беру... У меня это... Что это у меня? Серо-синий какой-то. Я не помню, как называется оттенок. Можно синего, можно темно-коричневого. Вот что-то такое и вкрапить сюда. Тоже хочется еще темнее. Все. И еще темнее. Можно, в принципе, набрать плотность вот сюда. Тоже вкрепить. Пусть она будет. Чтобы этот тень одеть. Так. Пока у нас есть вот этот темный. Можно его здесь чуть-чуть положить. Потому что здесь есть вот эта тень. Сюда его можно добавить. Вот. Чуть-чуть сюда. Вот мы дальше уже сделаем. И чуть-чуть сюда. Так. Здесь у нас уже подсохло. Поэтому мы сейчас можем сделать крышу. Крыша у нас такого грязно-бирюзового цвета. Рама, кстати, темнее, не такого же цвета. Поэтому... Но у меня есть изначально голубой или бирюзовый. Я сейчас намешаю его из нескольких синих. И добавлю чуть-чуть коричневого, чтобы он погрязнее был немного. Так. Начнем с тени. Ага. Слишком ярко. Смешалось вот этим грязно-коричневым. Главное не задеть. Потому что эта штука у нас сверху. Вот она стильная. Тоже эта штука бирюзовая. Нам надо будет ее оттенить, конечно. Сейчас мы все поиграемся здесь в тени. Я прям совсем темно-коричневый уберу и опять вливаю просто сразу в тени. Здесь у нас светлая часть, но вот этот треугольничек мы чуть позже докрасим. Хороший такой темный бирюзовый получился. Можно им вот эти места пройтись. Здесь тени у нас. Если намешали какой-то очень красивый цвет, всегда можно найти еще ему применение. Это даже хорошо. Есть в академизме такое очаровательное правило больше грязи, больше связи. Но это имеется ввиду, что если вы намешали какой-то такой сложно сочиненный цвет, его можно потыкать в несколько мест. Тогда вы объедините всю вашу картину. Она будет смотреться более целостно и интересно. Так что вот здесь можно добавить. Еще сюда можно как раз здесь подсохло. Хочу немножко еще больше ввести. Сюда можно ввести. Потому что тут очень конкретно. Больше бирюзов хочу. Так. А здесь, кстати, темно-мордовый такой оттенок. Потому что здесь кусок черепицы. Вот его так объединю. Итак, я к вам вернулась. У меня закончилось место на карточке. Но зато за это время у меня подсохла работа и я могу продолжать. В принципе, вы ничего не упустили. Ну, за счет того, что я внезапно отключилась. Итак, я как раз хочу сделать вот это все. Мы зальем это все одним цветом. Потому что какие места мы тут уже проработали. Можем смело как бы все это заливать цветом. Потому что тени у нас уже есть. А вот это место, кстати, не надо было так. Ну, ладно. Там нужно оставлять кое-какие пробелы. Вот это у нас тоже бирюзовое место. Все, что у нас бирюзовое, заливаем. Итак, пока мы это все намешали, можно сделать как раз часть оконной рамы. Здесь нужно быть очень внимательным. Помнить, где у нас что, чтобы лишнюю раму не зарисовать. Здесь у нас очень тоненько. Так. Так. Вот. Не зарисовала. Это хорошо. Можем теперь немножко прорисовать нашу крышу. Можно кое-где уплотнить. Здесь, мне кажется, темнее. Ну, кое-где сделать ярче просто. Здесь такой более яркий моментик. Можно вот его немного прорисовать. Я хочу немножечко махариста желтого такого еще добавить. Вот здесь, мне кажется, немного отливает и разнообразит нашу крышу. Совсем чуть-чуть тут влить. И можно вот здесь еще. Вот. Все. Больше не буду. Так. Еще, пока вот это все сохнет, я, наверное, займусь вот этой внутренностью. Здесь можно, в принципе, все что угодно намешивать. Но главное, не рисуйте черным. Черного не должно быть чисто черного. Только в исключительных-исключительных случаях, когда прям без него невозможно. Но этих исключительных случаев очень мало. Поэтому просто набирайте какой-нибудь темный-темный оттенок и наслаивайте его до получения нужной глубины. Потому что если брать черный, он сразу дает сумасшедшую грязь. То есть если вы в чистом виде, вот вам нужно что-то такое тоненькое, маленькое поставить. Такую прям полосочку какую-то провести. Да, это вполне себе то, что нужно. Или там глазик, носик, что-то такое. Вот прям то, что точно черное. И вы не будете ни с чем смешивать, перемешивать. Потому что если в смеси будет черный оттенок, черный цвет чистый из кювета, то он сразу даст такой очень странный грязноватый оттенок. И он может просто испортить всю вашу работу. Раньше в художественной школе вообще заставляли убирать черный из палитры, чтобы никто в него не лазил. Сейчас, я думаю, уже не так все печально. Потому что все-таки допускают, что иногда черный нужен. Но все-таки нужно с ним быть осторожным. Вот теперь я немножко плотнее тут наношу. Так. Здесь белые веревочки, я их потом брелой ручкой промешу лучше. Зачем я их буду сейчас огибать. Надеюсь, здесь уже можно. Пока здесь сохнет, я теперь займусь крышей. Я хочу немного ее все-таки уплотнить. Немножко темнее сделать. Что-то мне хочется, но немножечко потемнее. Понасыщеннее я бы сделала красным. Можно добавить красным. Вот здесь тоже можно. Здесь можно коричневый, красный и кирпичный. Нужно немного сделать поактивнее. Вот здесь как раз будет какое-то подобие тени, которое отбрасывает наши горшочки. Размыть. Тут у меня ссорилось. Нужно его чуть-чуть привести в форму. Так, наверное, я еще немного добавлю сюда бирюзы. И еще чуть-чуть губы. Видно. Не все, а вот только часть. И размываю здесь. То есть только в таких избранных местах. И вот здесь тоже красивый красный тень получился. Цвет тени можно немного добавить. Вот. И саму вот эту я хочу немножко докрасить. Мне кажется, она как-то светловато. Хотя вот здесь тоже можно. В принципе, с акварелью, с цветом и интенсивностью очень сложно переборщить. Потому что даже если вам кажется, что вы сильно что-то шарахнули такое, то потом она высыхает, и все. Все очень светло становится. И вы такой, о, так я же вроде много цвета бахнул. На самом деле все не так уж печально. Поэтому иногда вот можно по несколько раз. Не всегда удается с первого раза набрать ту интенсивность, которую вам хочется. Поэтому вполне себе возможно набирать несколько раз. Почему бы и нет. Но каждый последующий слой должен иметь все меньше и меньше составляющих. То есть вы должны примешивать все меньше и меньше других оттенков. Просто потому что они, во-первых, наслаиваются друг на друга. И из-за этого, если слишком много оттенков в каждой смеси, которую вы наносите, то будет просто каша. То есть в какой-то момент все превратится просто в серое. В серое месе вот такое. Кому это надо? Никому это не надо. Поэтому все, я бросаю крышу. Хватит мне с ней возиться. Давайте перейдем к нашему окну. С нашим окном мы можем как раз дриптовочку сделать. Нам нужен какой-то средний серо-сидо какой-то там оттенок. Я в каком-то предыдущем ролике уже объясняла, как писать белый. Что он на самом деле не белый. В нем только вкрапление. Ну как бы белый остается белым только когда он полностью освещен. Как только преломляется свет на белом, все, он уже имеет какой-то оттенок. Потому что прям идеально белого не существует. Они есть сероватые, желтоватые. Поэтому мы пишем в основном тень белого. И там где вот он встречается. Поэтому вот мы складочки наметили и уже наша белая шторочка появилась. Либо окружением пишем. То есть у нас тут и окружение поддерживает нашу белую шторку. И вот мы немножечко этими складочками это все поддержали. Вот здесь она у нас собирается, поэтому здесь темнее. Ну то есть там что-то поджата она чем-то. Так, теперь вот эту створку коричневую. Ну деревянная она такая. Тоже можем прописать. Хочется ей немножко желтее видеть. Через чужел. Сейчас приглушу. Так. Сейчас немного другим оттенком вольем прям сразу. Чтобы она не такая желтая была. Так. Белую створку мы практически не будем трогать. Чуть-чуть ее. Вот здесь чуть-чуть совсем. Здесь чуть-чуть тень. Она в принципе и освещена хорошо, и контраст у нас есть. Поэтому сильно трогать меня не будем. Единственное, что вот здесь можно. Видите, какое-то чем-то красным таким зашли. Может это краска или еще что-то. Можно вот ее оттенеть в этом гуманте. Так. Я хочу еще вот здесь немножко утемнить. Я опять беру свой. Это, по-моему, серо-си... Не серо-си... Не серо-си... Какой-то серо-синий. Так. Вот немного. Можно вот перейти в теплый такой оттенок. Так. Мы приближаемся к концу. У нас все хорошо идет. Нам нужно как раз уже с горшочками разобраться. Потому что крыша у нас практически закончена. Ну, и практически закончена. Ну, сейчас она еще подсохнет. Я финально посмотрю на нее. Вот эту часть крыши я уже не хочу трогать. Вокруг я тоже не буду. Пусть она вот так вот уходит. Никуда. Небо я тоже не хочу. Потому что, чтобы оно не спорило с нашей крышей. Внутри я уже сделала, возможно... Нет. Я, наверное, уже не буду делать. Потому что они достаточно плотные. Вот здесь внутри у меня получилось. Да, в принципе, сейчас горшки. И мы будем закругляться. Потому что большую работу мы проделали, когда делали уже линером. То есть линером можно заложить максимум в вашей работе. То есть проработать уже практически все-все моменты. И цветом вы только подчеркиваете их. Ну, и носите, по сути, цвет. Поэтому получается так свежо и открыто. Так. Теперь я беру зеленый. Нет, давайте розовый. Чтобы я не забыла. Вот здесь у нас есть розовые цветочки. Поэтому я хочу их сразу обозначить. Чтобы про них просто не забыть потом. Я могу их зарисовать случайно. Не специально, не случайно. Могу их зарисовать. Поэтому давайте их сразу обозначим. Их даже можно чуть больше. А здесь тоже какие-то цветочки. Но я более тепленькими их сделаю сейчас. Сейчас мы добавим красный. Такой красный-розовый сделаем. Вот. И тоже добавим сюда. Пока оно подсыхает, я вот эту палочку все-таки сделаю. Она же у нас есть. Я в сене добавляю коричневый. Так. И рисовываю. У нас, кстати, тень такая падает. Так. Угу. 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 Можно немножко порисовать. Эта тень у нас. Вот здесь как-то она так обрывается. Ну. Так лучше. Так. Ну. В принципе, можно начать делим. Я беру такой теплый-теплый зеленый. У меня он сразу намешан. И вы можете просто в тот, который у вас есть, домешать желтого. Только кадмии. Не желтый мешайте, а не лимонный. Потому что лимонный сразу дает холодность. Потому что лимонный он холодный. Оттенок зеленый. Ну, не зеленый, а желтый. А кадмии теплый. Поэтому лучше добавляйте кадмий желтый. И мы делаем такую вот истеричное движение кисточкой. Чтобы у нас получилась такая кучеряшечка. Здесь у нас просто, у меня точнее, и горшки мокрые. И здесь розовый мокрый. Поэтому я очень аккуратно. Максимально. Но все равно сейчас я сделаю перерыв небольшой, чтобы оно подсохло. Здесь не произошло, но здесь не хочу. Все. Я подсохну. Вы тоже сделаете перерыв и вернемся, закончим нашу зелью. И потом еще раз подсохну. Нарисуем еще белые полосочки. И на этом все. Итак, у меня подсохло. И пока оно досыхает, я хочу еще вот это место немножко исправить. Мне не понравилось, как оно засохло на самом деле. Что-то как-то нужно немножечко размыть. Вот так. И я хочу опять потрогать немного эти горшочки. На них свет тень мы наметим. Хотя бы приблизительно. Сделаем их объемненькими. Немного, хотя бы немного. Вот так. Хотя бы чуть-чуть. Придадим им объем. И продолжим с зеленью. Так. Теперь я хочу темную зеленью. Хочу сделать тень. Я беру такой холодный зеленый. Темный. Можно просто... Чтобы сделать такой откровенно холодный зеленый, нужно в зеленый добавить синего. Ну, можно брать изумрудный сразу. Но изумрудный он не всегда такой, как надо. Вот так вот заполняем. Вот заполняем нашу изделие. Не касаясь горшочков. Потому что горшочки у нас еще сохнут. Так. Здесь по коричневой веточку. Сейчас я намешаю коричневым. Вот так вот у нас веточка. Еще вот здесь у нас веточка. Продолжаем. Теперь надо не размыть эту веточку. В итоге только лиф. лифт теплый зелененький отсюда добавить ну примерно так чуть-чуть можно здесь закрыть что все равно бы здесь тень была от цветочков можно уже к белорусски приступать в принципе вот здесь все равно я пока не буду задевать у меня обычная самая самая обычная белая ручка я знаю что нужно уметь что-то под рукой где можно ее расписывать потому что она очень быстро забивается так нормально итак у нас тут во-первых вот эта штука от нее идет вот сюда их конечно не будет сильно видно но немножечко все-таки видно тут у нас тоже здесь можно вот она забилась как раз цветом забивается по акварели ну немножечко есть не получается так как хочется так что можно остановиться на этом все у меня досыхает и можно сделать вывод что мы на сегодня закончили я надеюсь вам понравился этот ролик подписывайтесь ставьте лайк до следующих занятий пока-пока 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 пока-пока